Bonjour, mes chers amis! Aujourd'hui, je veux commencer ma conversation sur la leçon, qui il y est avec les phrases. Здравствуйте, мои хорошие! Сейчас я начинаю серию уроков самоучителя французского языка, который посвящен и словам, и фразам, и глаголам, и также диалогам. То есть сейчас на канале будет большое количество разной информации, и уроки будут выходить очень часто. Сегодня у нас с вами тема «Еда». Мы будем изучать лёгкие фразы для того, чтобы выразить то, что мы хотим поесть, всё, что связано с продуктами. Итак, поехали! Утром я пью кофе. Le matin je prends du café. Так, она предпочитает яйца и бутерброды с колбасой. Elle préfère les œufs et les tartines avec du saucisson. Elle préfère les œufs et les tartines avec du saucisson. Elle préfère les œufs et les tartines avec du saucisson. Отлично! Положи два кусочка сахара в чай. Mets deux morceaux de sucre dans le thé. Mets deux morceaux de sucre dans le thé. Давайте вместе. Mets deux morceaux de sucre dans le thé. Отлично! Так, на обед она ест суп. Есть ещё такое значение суп, как будет просто la soupe, но я решила взять именно суп в значение potage, и получается Au déjeuner, elle mange du potage. Моя сестра не ест мясо. Ma soeur ne mange pas de viande. Ma soeur ne mange pas de viande. Как вы видите, что у слова viande – это мясо, стоит de viande. Есть такая тема, определенные, как сказать, артикли ставятся в отрицательной форме своего рода, например, de, de la, и это целая такая большая тема, которую можно разбирать. Вообще, тема артиклей очень такая сложная. Так вот, запомните, что в отрицательной форме, когда мы говорим про еду конкретно, если это не глаголы любить, предпочитать, ненавидеть и обожать, то мы всегда ставим de. Ma soeur ne mange pas de viande. Так, она вегетарианка. Elle est végétарienne. Elle est végétарienne. Давайте вместе. Ну что же, вот такой вот у нас маленький, коротенький урок, который, я думаю, подарил вам такое вот настроение хорошее. Et voilà, nous avons fini notre leçon. J'espère que ma leçon vous a donné beaucoup de plaisir. И, пользуясь случаем, я хочу вас познакомить с курсом французского языка, с моей авторской работой, которая называется «Cours Parleur». В этом курсе 150 фраз, которые озвучены, переведены на русский язык. Они имеют русскую транскрипцию, перевод и, самое главное, озвучены. Все это выглядит визуально 150 фраз. Это отличный разговорник, который посвящен различным темам. Это еда, транспорт и многое интересное. Поэтому, если вы хотите заговорить по-французски действительно быстро и легко, то обязательно приобретайте этот самоучитель. Самое главное, что этот самоучитель можно приобрести за очень бюджетную цену, всего 250 рублей. То есть, если мы разделим эту сумму на 150 фраз, то получится сущие копейки. И вы сможете действительно заговорить быстро и легко. Со мной не бывает сложности, вы же знаете, да, то, что я стараюсь буквально все разложить по полочкам. Поэтому, как же его приобрести? Нужно просто перейти в описание под видео по волшебной ссылке и перейти и заказать этот курс. Возможно, все способы оплаты. Этот курс легко скачивается на ваш ноутбук, на компьютер, на планшет. То есть, он очень мало весит. Самое главное, там именно все самое нужно. И такая бюджетная цена только для моих подписчиков. Переходите в описании под видео в инфобокс по ссылке. А также вы можете увидеть закрепленный комментарий, который ведет на этот же курс. Ну что же, увидимся!